Я в снах стал все чаще и чаще видеть свое очень раннее детство. Да, когда мне было, наверное, лет 5-6, и очень яркие такие эпизоды всплывали. Наш старый сад, дом, пасека, рядышком старая помещичья усадьба, вековые липы и светелка, в которой, так сказать, я у бабушки жил. Моя бабушка, она всегда ходила в платочки, в обычные дни в черном, в праздничные дни, в белом, так подвязанно, старообрядческо. Я вижу наш дом, дом большой, там была небольшая темная комната, молельня, где старообрядческие иконы были. И когда утром встает, ты сразу, так сказать, сначала на колени перекрестишься, потом бабушка, так сказать, уже ты бежишь, так сказать, завтракать или что-то. И усадьба моего прадеда, так сказать, еще кое-что от нее сохранялась. И вот я, так сказать, начал потихоньку собирать сведения о своих прародителях. Дед был такой достаточно строгий человек, он прошел войну, прошел гражданскую войну, был у Буденного, в конной армии Буденного, командир, так называемой, пулеметной команды, вот эти тачан, тут несколько штук было, воевали и с батькой Махно, и лично видел батьку Махно, вот, когда он на какое-то короткое время входил в состав конной армии Буденного. Потом, так сказать, дедушка воевал в Великую Отечественную войну, так сказать, попал в плен, американцы освободили, потом его отправили на свинцово-цинковые рудники, весь эшелон после освобождения. И уже после того, как мой отец вернулся с фронта, отец у меня тоже воевал, получил тяжелейшее ранение под Кенигсбергом, вернулся инвалидом войны, и нашел деда, вот, ездил к нему, деда освободили, реабилитировали, поскольку у него было тяжелое височное ранение. И мои воспоминания детские о озере Светлояр, это уже с другой бабушкой мы ходили, я ездил, это же Редышко, я ездил на велосипеде купаться. Те проповедники, которые жили в горе, тоже старобрятся, они ушли, по-моему, только где-то в 60-е годы или в конце 50-х, а так раньше там всегда жили старцы в Лениных пещерах. Поэтому детство такое у меня было, на мой взгляд, прекрасное. Мама у меня человек необыкновенный. Во-первых, у нас с мамой очень тесный контакт всегда был, духовный. На мое становление больше оказывали влияние женщины, бабушка, и, конечно, моя мама. Она была, Надя, вот и вы, не просто оптимист, так сказать, а никогда, так сказать, у нее не было как будто угнетенного состояния. Вот настоящая такая русская женщина. Мы все время деревенские ребятишки были в работе. Что-то закончил, нужно сбегать за грибами, за ягодами. Это вроде как бы и развлечение, но в то же время это и работа. Потому что нужно было, так сказать, запасать на зиму родителей на работе. Ты учишься, но там также, так сказать, есть животные. Коровы, паразиты, овцы, теленок. Их надо задать курицей, надо почистить, потому что родители на работе. Есть младшая сестренка. У нас разница 5 лет, так сказать, и нянек не было. Ты должен еще, так сказать, сезон. Тебе надо побегать в футбол поиграть, а она-то пищит, верещит. Но ее с собой, она сидит там за воротами, так сказать, а ты там поиграешь. В такой среде формировался характер, так сказать, где-то до 14-15 лет. А дальше уже, так сказать, трудно было сломать то, что заложено в детстве. Потому что мне учиться было легко. Я был отличником. Вот, вы знаете, нам за каждый год выдавали вот такое, если ты учишься без четверок, на одни пятерки, выдавались вот такие значки. Называется, за отличную учебу. Вот я был как, опять, георгиевский кавалер. У меня три штуки, как минимум, так сказать, было. Там я был секретарем комитета комсомола, поскольку всегда был очень неспокойный. Ну, во-первых, так сказать, спорт всегда мне позволял занимать позиции лидера. Это как-то получалось само собой. Я никогда не стремился к лидерству, но как-то всегда получалось, что это само собой выходило. То ли от того, что вот энергетика такая у меня ненормальная, то ли от того, что я всегда занимался силовыми видами спорта. Я был в сборной университета по боксу. Я бегал десятку, вот, с винтовкой. Я занимался настольным теннисом, занимался спелеологией, организмом. И как на все остальное у меня просто... На остальные вредные привычки у меня времени не хватало. И учеба, и экспедиции. Представьте, что такое все лето, ты находишься в экспедиции. Как гидрогеолог мне надо было знать свойства воды, как они ведут себя под землей. Потому что мы занимались водоснабжением города Симферополя, так сказать, в результате там искарствовых источников. И по Тиньшаню, так сказать, юго-западные Тиньшань, коллектора подземных вод в предгорьях для крупных городов Средней Азии. Это все, так сказать, связано, как бы, так сказать, Профессия требовала, так сказать, спортивных навыков и определенной спортивной ориентации. Почему потянули на вершины, в альпинизм? Да просто, когда лазаешь в горы, там сплошная темнота. Я никогда не страдал там какими-то фобиями. Мне всегда было интересно залезть в любую щель, так сказать, которая непонятно куда ведет. А вдруг там что-то такое, что-то, так сказать, вот, а-а-а, что-то такое ожидает тебя. Я все время настроен на какое-то необыкновенное. Вот что-то должно за поворотом у меня встретиться необыкновенное. Что такое альпинизм? Ну, это надо представить, когда тебя с горы почти поднимает, и ты на порыве ветра почти не весишь. Вот такое ощущение, вот такой бешеный напорт ветра, а ты должен еще подняться, еще на 5 метров, еще на 3 метра, ну, вот еще, ну, сейчас зубами, и вот голову высунуть, и вот там я увижу вот эту, так сказать, вот эту долину, вот этот, так сказать, пик, вот это еще, так сказать. Это вообще всегда борьба с собой, это всегда преодоление. У нас в семье как-то так принято, что ответственность, любовь и забота, ну, это вот три кита, на котором, так сказать, семейство, вся семья, так сказать, и должна держаться. И я никогда, так сказать, не позволяю и дети не так воспитаны, чтобы не было уважительного отношения, так сказать, к маме. У нас, так сказать, первоочередное, это, так сказать, дети, это уважительное отношение к маме. Дома мама главный человек, папа, так сказать, как внучка говорит, дедушка, ты на работе главный, а дома ты самый-самый, я говорю, да-да-да, самый последний человек. У нас это абсолютно, так сказать, принято, вот, с самого начала. Я человек не скандальный, я часто, так сказать, могу привиниться, но я стараюсь, так сказать, никогда не выяснять отношения, а просто начинаю что-то делать. Мыть ванну, мыть унитазы, пилить что-нибудь. Считаю, что это самый эффективный путь при решении семейных конфликтов или недоразумений. Я считаю, что мне очень повезло с супругой, и в этом году у нас исполняется, похоже, 35 лет, 1 ноября. Мне трудно представить, как могло бы по-другому все сложиться. Потому что работа, работа, ответственность, должности, это все, знаете, приходящее. Семейные ценности, уважение и забот своих ближних наверное, для мужчины является основоплагающим фактором его стабильности и состояния здоровья. У меня с детьми очень хороший контакт. С самого детства я их несмотря на свою занятость всегда пьянчилок у ползанок. начинается от первенца и качает манечкой. Потому что для меня дети вообще в нашей семье дети являются очень не только важными, нехорошие слова, а ну особен. Дети у нас росли тоже в таких же условиях. Папа всегда на работе, но папа как только появляется дома значит шум, гам, все что связано со всеми делами папа не просто в курсе, но во главе. И для меня и доверительное отношение с сыном, ну а с дочерью у нас как под с моей мамой есть некая духовная составляющая, которая видимо на генетическом уровне передалась и у нас и для сына и для дочери мнение отца всегда имеет и до сих пор серьезное значение. Хотя я никого из них не заедаю. Я стараюсь давать им большую самостоятельность, стараюсь не критиковать, потому что они тоже должны иметь право на ошибку. Относительно советов спросят, я скажу, я не назойлив, но в откровенных так сказать беседах что дочь, что сын могут со мной быть абсолютно откровенными, не боясь того, что так сказать они получат норовое учение. Я всегда им помогу в любых так сказать условиях. Мой пример для своих детей только так сказать личный пример и, конечно, поддержка. Для внучки ну, конечно, так сказать, это уже третье поколение и поэтому для меня это тоже так сказать важно, чтобы она научилась понимать, что такое заслуженное, а что такое халява. Вот сегодня, когда возможностей на порядок больше, чем, так сказать, у нас, существует большая опасность так называемой электронные папы, мамы, так сказать, электронный досуг. Когда она к нам приходит, у нас никаких электронных игр. С дедушкой играем в шахматы, играем в шашки и в другие разные игры. Только так. Мы с ней, так сказать, занимаемся всевозможными развивающими играми, уже 11-й год, на жесткой соревновательной основе. Дедушка не поддается. Она может проиграть 10 раз подряд. И когда жена говорит, ну ты хоть один раз поддай, она говорит, ну никогда, никогда, пусть она учится выигрывать у дедушки. И когда она вот два дня назад выиграла у дедушки в шашки, я там зевнул. Это была такая заслуженная победа, хотя я потом четыре раза выиграл, так сказать, но первый раз я проиграл. Женька, ты первый раз у дедушки выигрывала в шашки. Внучка мне очень хочется, чтобы у нее всегда было такое немножко наивное, но очень позитивное отношение к действительности. Она еще может, она верит во многие, так сказать, еще, чудеса. И вот мне хочется, чтобы она как можно дольше, так сказать, оставалась вот такой. У нас Маша тоже очень долго была, так сказать, в таком домашнем режиме воспитана. Она не ходила, так сказать, в детские сады, так сказать, домашнее домашнее воспитание музыкалка, так сказать, шахматный клуб, иностранные языки. И я все-таки сторонник семейного, домашнего, так сказать, воспитания для детей, хотя я уже 11-й год, и мне нравится, что она человек очень добрый. И то, что она очень позитивно старается оценивать своих сверстников. Сегодня это уже не такая частая особенность, да, а она очень позитивна. И вот эта позитивная составляющая, и хотелось, чтобы как можно дольше, так сказать, оставалась. Я не скажу, что она, так сказать, очень наивная, но она девочка добрая, она, так сказать, учится хорошо и отлично. И вот эта доброта для женщин, для девушки должна являться, так сказать, как бы основополагающей. Редактор субтитров Продолжение следует...